Нужно поехать. Мы собираемся, мы организовываем. И, конечно, очень нам поможет это помещение, потому что мы будем знать, куда нам прийти, куда вещи складывать, какие-то документы. Анна Васильевна все время она... Я хочу сказать, что мы работали вообще в нашей женской организации с 96-го года, но тогда мы были под патронатом нашего правкома завода. И вот с тех пор, скажем так, что администрация, правком завода и коллектив припортового завода всегда поддерживают наше начинание и в плане волонтерских, мы сейчас говорим о волонтерстве. В то время мы Светлый дом начали с УТК, а позже это переросло в общезаводские вот такие вот поездки. Сейчас же у нас участвуют, да, заводчане очень много помогают. И тоже нас, конечно, не оставляют, скажем, помогают нам и тоже администрации, и правком. Но хочу сказать, что благодаря вот репосту мы даем объявление на канале репост. И появились у нас еще и такие вот, скажем, люди, которые неравнодушные. В Южном, это уже не заводчане, я говорю о южанах, о тех портовчанах. В портовчане многие звонили, спрашивали, куда перенести. И вот проблема такая у нас, что могут постепенно люди, допустим, не перед самой поездкой за день, потому что мы, не имея площадей, не имея никакой комнаты, помещений, где собирать, мы собирали предпоследние два дня. А вот сейчас, конечно, мы эту проблему немножко для себя, я думаю, надеюсь, что это для нас уйдет, эта проблема такая большая. Ну, конечно, горожане, нам одесситы помогают тоже, я имею в виду с завода. Мы на завод заедем, но я думаю, что для тех, кто не сможет в Южный волонтерский центр принести, мы заедем на завод. Но, тем не менее, я считаю, что помочь нам смогут больше людей, потому что будет это как-то более плавно идти. И не тот, допустим, у человека не может в это время, не будет времени, он не сможет принести. А будет время, он принес и уже как бы сделал свое дело. А мы там через неделю, две или три поехали. Уже как у нас получится и как у нас это все сложится. План у нас есть, конечно, план есть у нас, что мы, когда мы действуем по плану, но у нас не только волонтерство, у нас много разных еще других проблем, но одна из самых главных – это волонтерство. Так что, в принципе, так. И я очень благодарна тем людям. Я знаю, что мы с девочками с нами ездили. И вы видели, насколько люди отзывчивы, насколько они молодцы, что бедные, вот цеха такие вот, скажем, вот сейчас не такие уж обеспеченные, как УТК, как врач, как вы видели. И каждый раз, каждый раз помогают, каждый раз приносят, находят возможность что-нибудь принести и что-нибудь дать, и денежку, и так все. Ну, что могут, то и приносят. И я очень благодарна, и такую же благодарность вы слышали, что со всех, где мы ездили, и школа-интернат, и детский дом, и Сергеевки, нам говорили слова благодарности. И я надеюсь, что люди поддержат нас еще.